После неудачного прогноза от CEO Cardano Ada Charles Hoskinson по поводу того, что все может закончиться для Ripple 15 декабря 2022 года, XRP Community отчасти, конечно, воткнула его в данный его же прогноз, упрекнула его о том, что он не сбылся. И, кстати, Дэвид Шварц ответил по поводу того, что Charles Hoskinson заявил, что Community является XRP токсическим и мелочным. Дэвид Шварц заявил, что ему следует подождать несколько дней и после этого вернуться к его же сообщению. Что же может случиться в течение нескольких дней, по мнению Дэвида Шварца, сегодня мы поговорим об этом. Что касается рынка криптовалют, то за последнее время мы видим медленное сползание рынка криптовалют. Биткоин, Эфириум, в особенности BNB и другие альткоины показывают отрицательную тенденцию за 7 дней и показывают абсолютное снижение. То есть, если биткоин еще там снизился у нас за 2% за 7 дней, то альткоины снизились на 6, 10, а кто-то даже и на 15%. Что, конечно же, удручает криптохолдеров и тех, кто думает покупать, не покупать, сидеть, не сидеть, продавать, не продавать. Что касается самого XRP, то по XRP мы видим тоже тенденцию к снижению. Тем не менее, психологическая отметка у XRP это 30 центов. Напомню вам, что минимум за последние полгода у XRP было 29 центов. Поэтому здесь даже без технического анализа стоит предположить, что если мы вернемся в район 29 центов и пробьемся ниже, то это может, в принципе, говорить о том, что мы будем абсолютно еще больше падать. И там, естественно, зона поддержки, которая у нас есть, такая самая главная, это 22 цента и по Fibonacci, и по, в принципе, тем поддержкам, которые у нас были созданы за все время. Что касается, в принципе, с Хоскинсом, то мы все поняли, что Чарльз недоволен тем, как отреагировало XRP сообщество. Именно они, XRP сообщество, думали, что все-таки Чарльз будет прав, но ничего 15 декабря не случилось. И еще в тот момент я отмечал, что практически, скорее всего, это просто фут или нагоняние, просто, скажем так, пиар-хода для Сио Ада Кардана. И, по сути, никакого инсайда нету и не будет, и не может быть, и, в принципе, ничего не случилось. Что касается, в принципе, того, что же может быть в ближайшие дни, в ближайшие несколько дней, по мнению Дэвида Шварца, то есть здесь у нас уже комьюнити XRP заявляет, что вполне себе возможно, что 22 декабря может все закончиться, потому как SEC подала в суд на Ripple 22 декабря 2020 года. И было бы уместно, если бы в этот четверг было бы объявлено о победе или урегулировании в пользу Ripple. Поэтому, возможно, стоит подождать. Возможно, Дэвид Шварц имел в виду это. Но, тем не менее, то, что вполне себе может что-то действительно масштабное быть или случиться, или анонсирование в ближайшие дни, это так или иначе интересно. Что касается, значит, также то, что Гэри Гэнслер, стоит отметить, что его могут вообще выкинуть. Гэри Гэнслер – это глава SEC. И, соответственно, его в прямом эфире вообще спросили по поводу того на Fox Business перед всеми американцами, перед всеми зрителями, когда вообще будет прозрачность. И, соответственно, здесь было отмечено то, что, в принципе, в Америке не хватает прозрачности, ну а SEC просто ничего не делает. По крайней мере, глава SEC. Также недовольство растет и в Конгрессе. И член Палаты представителей Том Эмир, это республиканец штата Миннесота, член руководства Республиканской партии, заявил, что заставит Гэнслера дать показания перед Конгрессом в 2023 году. И быстро набирающий популярность молодой демократ из Бронса, член Палаты представителей Рича Торрес, заявил, что также сып по голову выходками Гэнслера. Принцип работы SEC должен заключаться в защите инвесторов, а не в рекламе политического назначенства. И написал Торрес в публичном письме на прошлой неделе. Письме Гэнслер назван единственным ответственным за катастрофу FTX. И здесь мы можем увидеть, как в 2023 году могут полететь головы, и все, конечно же, начнет стремительно меняться. Если же это случится, то шансы выиграть у Ripple просто станут огромными. И это может быть, в принципе, ключевым таким, на самом деле, вопросом, или ключевым событием, которое может это решить в пользу Ripple. Если мы говорим про график, про цикличность, то, соответственно, здесь мы видим, что мы находились в волне 2. То есть, в волне, вернее, цен и большой волны 2. И вот это все время, это коррекция, это медвежий рынок. И сейчас мы подходим к концу медвежьего рынка. Если мы действительно удержимся, и если мы удержимся свыше трендовой линии, то нас ждет начало волны 3, которая будет знаменовать следующий бычий цикл. Бычий цикл, начало бычьего цикла Ripple. Здесь стоит отметить, что у нас было повышенное дно. У нас XRP имел стоимость 11 центов, потом он падал до 17 центов. Сейчас он упал до 28 центов. И это самый низкий уровень остается за последнее время. И вот сейчас у нас, в принципе, XRP на распутье. То есть, если он пробьет эту трендовую линию, которая у нас сформирована сейчас, то это будет плохо, если он упадет еще ниже 28 центов. То есть, это может говорить о том, что тогда в таком случае бычий цикл отсрочится. Если мы говорим в целом, то на зону поддержки, которой стоит обратить внимание, это непосредственно поддержка 33 цента. Также основная поддержка, я бы сказал, психологическая 30 центов. 28 центов, как донный уровень. И 22 цента, как основной уровень поддержки. В рамках движения рынка именно сейчас вниз, стоит именно смотреть сейчас на поддержки, а не на локальное сопротивление. Потому что, если вы будете смотреть на локальное сопротивление, то ничем хорошим на это не закончится. Потому что сейчас рынок не дает, в принципе, идти вверх. И мы видим, что тенденция все ухудшается, ухудшается. Пока что нету сетапов, при которых бы биткоин развернулся. Если мы говорим про в целом, то, что делают киты на этом падении, суетятся или нет. На самом деле они суетятся, но суетятся в положительную сторону. Так мы видим, что, например, количество холдеров, у которых от 100 до 500 миллионов XRP, оно уменьшилось. И эти холдеры перелились в непосредственно китов, у которых от 500 до миллиарда XRP. То есть, они все убежали сюда. И, в частности, возможно, была тенденция вот здесь, возможно, от дробления, возможно, на кошельков. Потому что здесь тоже уменьшались у нас XRP. Ну, например, мы видим, что с 11 миллиардов XRP стало 10,5 миллиардов. То есть, тенденция как бы небольшая. Но, тем не менее, увеличение кошельков. Вот здесь мы видели 6 миллиардов, а сейчас мы видим почти 9 миллиардов. То есть, плюс почти 3 миллиарда перетекло в кошельки, которые имеют от 500 до 1 миллиарда XRP. Это абсолютно крупные кошельки. И можно сказать, что тенденция меняется, конечно же, в лучшую сторону. Также мы видим непосредственно создание кошельков с момента, например, февраля этого года. Ну, пускай с марта, да, мы видели там 4 миллиона адресов кошельков. Сейчас мы видим 4,5 миллиона. Ну, и те холдеры, у которых немного XRP, они также накапливают XRP. Ну, а с вами был Криптовтей. Всем до сих пор пока и до новых встреч.